Для того, чтобы приехать в Сочи на финал открытого фестиваля «Сочи-Мост», молодые читатели со всей страны прошли серьёзный отбор в знакомой и любимой для себя среде – в интернете. Из 500 конкурсных работ там были отобраны 150 лучших. Их авторы из 21 региона России приехали на финал уже известного на всю страну фестиваля. Мы ставим целью приобщить подростков и молодёжь к русской литературе, к зарубежной литературе, к кино, к театру и как бы подтолкнуть их к раздумию о том, может ли литература, искусство повлиять на жизнь человека в отдельности и изменить к лучшему жизни общества в целом. Дискуссии на эту тему не утихают уже 16 лет. Столько проводится фестиваль. Кстати, он является единственным в стране форумом, объединяющим читающих детей и подростков. А таких, как показывает фестиваль, в России немало. Именно в мероприятии такого уровня это мой первый опыт, но до этого я принимал участие во многих других литературных конкурсах. Например, из недавнего происходила проба пера, это конкурс по журналистике. И я туда пришел, получается, именно на такой конкурс первый раз и занял третье место. Я больше склонен к публицистической литературе, потому что в ней раскрывается больше жизненного смысла, чем в художественной. На данный момент я читаю «Войну и мир» по школьной программе. В первый день юные ценители чтения представили свои рецензии, свой взгляд на произведения классиков, на прозу и поэзию современных авторов, а также анализ спектаклей, телевизионных инсценировок в номинации «Культурный обозреватель». Также юные почитатели литературы смогут прочитать свои стихи и прозу и услышать оценки сверстников и педагогов. Будет что нового почерпнуть и самим учителям. В рамках фестиваля также проводится еще и семинар для педагогов, учителей русского языка, литературы для педагогов дополнительного образования, которые курируют как раз таки именно это направление, направление живой классики и поэзии. Надо сказать, нынешний фестиваль посвящен театральному искусству, что не могло не найти отражения в его программе. Ну а именно победителей 16-го моста назовут уже через два дня. Инга Габеши, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.